Любить свою малую родину – это не только жить ее настоящим, мечтать о будущем, но и знать ее древнейшую историю. Известный в Луганской области историк, доктор исторических наук Александр Набока, представил нашей радиостанции ряд исторических публикаций, которые заполняют белые пятна на карте истории нашей земли. Беловодское чудо. Свято-Троицкая церковь. Посреди небольшого городка Беловодска возвышается невиданный по своей красоте православный храм, видимый за много километров. Несмотря на общую обветшалость, он и сегодня выглядит величественно и поражает воображение. Построенный по архитектурному замыслу, в котором угадываются черты помпезного барокко, он выглядит скорее гостем в степном крае, среди пожелтевшего на солнце разнотравья и приземистых домов местных жителей. Кажется, что место его не здесь. Скорее, в Андреевской церкви в Киеве он нашел бы равного себе. Красоту церкви отмечали современники. В частности, в 1858 году знаток и ценитель храмовой архитектуры, преосвященный Филарет, увидев Беловодское чудо, назвал его образцовым по красоте и великолепию, первым после Ахтырского собора графа Растрелли. Храм этот с момента своего создания носит название Свято-Троицкой церкви и, безусловно, может претендовать на звание одного из главных сокровищ Луганской области. История создания Свято-Троицкой церкви достаточно драматична. В ней виден результат упорного творческого труда целых поколений жителей Беловодска, которые не остановились перед невзгодами и трудностями, чтобы иметь такое вот чудо. Беловодск является одним из наиболее старых казацких поселений Луганщины, создание которого, вероятно, приходится на 1686 год. Его создателями были выходцы с Чернеговщины и Полтавщины, покинувшие свою неспокойную тогда родину ради жизни в опасной близости от крымских татар. Место для создания поселения было выбрано не случайно. С одной стороны, оно было защищено от возможных нападений высокой меловой горой, поросшей тогда густым лесом, а с другой стороны, его защищала река. Из-под горы били родники с чистой прохладной водой, что тоже было важным фактором на случай возможной осады. Белое меловое дно реки Деркул, осветлявшей воду, определило название казацкой станицы Беловодская. Беловодск. В период существования Слободской Украины Беловодск всходил в состав ее Острогожского полка. С упразднением украинской административной структуры в конце XVIII века город сначала стал частью белгородского наместничества. В экономическом смысле тот период был временем его расцвета. Во-первых, специальным указом российской императрицы Екатерины II в 1765 году неподалеку от поселения был утвержден Деркульский конный завод – крупнейшее и богатейшее предприятие края, поставлявшее лошадей на действующие фронты русско-турецких сражений. Во-вторых, по мере развития товарного зернового хозяйства на юго-востоке Украины, после побед над Османами, Беловодск стал важным центром хлебной торговли. День и ночь, в сезон продажи зерна в горы стекались подводы. На протяжении всего XIX века здесь была одна из значительных хлебных ярмарок региона. Исходя из высокого хозяйственного значения, в 1765 году Беловодск получил статус уездного города, утраченный только в 1775 году, когда Екатерина II предпочла сделать таковым извечного соперника. Город Старобельск. Уже изначально на территории Беловодска существовало две церкви. Одна из них была деревянным прообразом будущей Свято-Труецкой церкви. К 1765 году строение храма обветшало, настолько, что прихожане задумались о скорейшей его перестройке. Для восстановления храма был нанят отряд мастеров во главе с неким Лукьяном Фитковым. Он старательно выполнил заказ, однако в начале XIX века проявилась новая напасть. Река Деркул, на берегу которой стояла церковь, весной разливаясь полную силу, размыла берег и грозила подтопить строение. Прихожанам пришлось задуматься о перенесении строения на более безопасное расстояние от реки. Вскоре, в 1806 году, за полверсты от прежнего храма была возведена его улучшенная копия по греческому образцу – кистообразной формы. Необходимые работы оплачивались самими прихожанами, которые упорно собирали деньги на обустройство храма. Внутренняя отделка была завершена только в 2018 году и обошлась церковной кассе почти в 2500 рублей – огромные по тем временам деньги. Однако не успели местные жители насладиться красотой и величием нового деревянного храма, как случилась очередная напасть. 4 июня 1833 года в два часа по полудни граждане были встревожены церковным набатом, который возвещал, что в городе вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил ветхие строения из камыша и глины и скоро добрался до деревянного храма. Благодаря рисковым добровольцам удалось спасти лишь часть церковных книг. Все пышное убранство Свято-Тройской церкви уничтожило пламя. Посокрушавшись, прихожане принялись собирать трудовые копейки на новую, еще более пышную и красивую церковь. Были созданы специальные просительные книги, в которые записывались имена дарителей. В начале документа было написано следующее двустишее – кто церковь дарами не оставляет, дорогу тот блаженству пролагает. Тем не менее, несмотря на все усилия, к концу 30-х годов XIX века необходимые суммы собрать не удалось. Первые 3000 рублей из кассы быстро ушли на закупку кирпича. Уж слишком велик был замысел. И тогда на помощь прихожанам пришли местные конезаводчики, в частности, управляющие военно-конными государственными заводами шталмессер Николай Александрович Лунин и управляющий волостью Алексей Павлович Солецкий. Они взяли на себя львиную часть расходов и к тому же наняли для создания проекта церкви известного тогда архитектора Григория Ивановича Букина. В июне 1842 года, после долгих проволочек и трудностей с деньгами, наконец состоялась церемония закладки храма. Церковь строилась в византийском стиле, крестообразной формы. Примечательно, что христиане, доставлявшие кирпич на место постройки, отказывались брать за это деньги. Свой вклад трудом вносили практически все жители Беловодской волости. Тем не менее, скоро затраты возросли до 20 тысяч рублей серебром и были моменты, когда денег в церковной кассе практически не оставалось. Но финансовые трудности как-то удавалось преодолеть. Храм был построен спустя пять лет. В 1847 году. 23 августа 1949 года состоялось его торжественное освящение. Давняя мечта беловодских прихожан о храме, который красотой своей будет возвышаться над другими церквями края, спустя почти 80 лет, наконец сбылась. Данная программа выпущена в рамках реализации мини-инициативы по социальному сплочению при поддержке программы развития ООН. Проект «Восстановление и примирение в охваченных конфликтах громадах Украины» реализуется при поддержке правительства Швеции и Швейцарской конфедерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова